друзья мои вы самые мои родные любимые с кем я делюсь первыми же буквально пару до часов назад около трех произошло со мной битва битва с медузой jellyfish по-английски и посмотрите реально как выглядит человек которого шатала гигантская медуза да видите везде ну самое опасно конечно то что шея затронута медуза была вот такого размера и и эти шу пальцы распространялись она как кракен везде было волосистые циане очень похожи на разноцветных медуз которых мы так сильно боялись в детстве но дело в том что она в десятки раз крупнее обычной медузы сейчас конечно меня подалбливать температура я из последних сил хочу записать это видео и упасть и вы думаете не будет после этого видео видео будет два раза больше потому что я буду лежать умирая монтировать последние создавать шедевры но на самом деле если шутки в стороны как это произошло понимаете ситуации я в море я плыву голый чуть-чуть волна меня швыряет и она окутывает меня я руками пытаюсь но не то что пытаешься все происходит в одно мгновение вас закидывают в костер у меня в голове только так все закинули колдуна в костер его током парализованные ядом они становятся легкой добычей у вас спазм дыхания у вас перестает работать дыхалка у вас закрывается там желудок не знаю все дикий крик и ты пытаешься а я в море выплыть но дышать ты можешь вот так вот делаешь все время но здесь помогает йога главное ребя если вы оказались море далеко без паники не паникуйте ничего это пройдет но теперь мы знаем верно медуз трогать нельзя еще удачно что это была маленькая старайтесь концентрироваться на дыхании мне это безумно помогло я пытался дышать и плыть циане и не способны убить человека разве что нанести ему серьезные кожные повреждения ты выбираешься на пляж солнце печет все эти горят как будто на вас угли лежат как будто вы в костре тут главное быстро свалить солнце у меня была история тогда был еще молод юн зеленый горячий бессмертен да это было пару лет назад когда я вышел меня ударила медуза все-таки несколько лет проработал сорвка очень для нас это привычная штука местные так что медузам привыкшие я решил так ты же супер йогин понаблюдай за болью и я сел на пляже на это в раскаленном солнце наблюдал за болью до тех пор пока уже чуть не отъехал потому что температура видимо была под 40 лет во мне на снаружи тоже под 40 лет все это наложилось и потом я не мог спать сутки я не спал потому что настолько адская боль в этот раз я принял сведению все эти ситуации из моего прошлого иду дышу одел все горит я в пламени дышишь концентрируешься уходишь вниманием в дыхательные пути что только на дыхание в тело уйти невозможно потому что все взрывается особенно вот эта часть возле мозга она раскаляет мозг прыгал на байк доезжаю на байке вообще ну конечно пробки индийский двиг все такие вау конечно коровы встали здесь и туристы там что-то девочки надо шнурок завязать я приезжаю сюда луис стоит там своими вечными он с пальцами делает как для себя вкусно пахнущий я брат к падаю с байка брат к джели фиш убила меня он такой рэм ты чё не видел медузу что ли я так понятно короче ползу в дом заползаю все через первым делом ребята сейчас а главное что у вас должно быть в хате первое надо смыть соленую воду вы быстро бросаетесь под воду смываете соленую воду выбегаете сразу начинаете в идеале ни в коем случае нельзя растирать или массировать место соприкосновения с медузой чтобы не увеличить площадь ожога и не и не ускорить всасывание яда что мне помогло из моего опыта это уксус либо лайм либо уксус вы обрабатываете эти места второе антигистамины вы должны закинуться таблетками я хочу нашел первое нож позакинул потом я нашел да какие-то древние антигистаминки закинул вот вас раскалывает нахожусь своей татуировочной бытности прошлой бипантен весь бипантене сейчас я такой скользкий сексуальный потому что я в бипантене вот это все как-то дотягивается опять же благо йога растяжка в общем ты все это смазываешь нашел кайлаж но первое я использовал кайлаж и бипант ну что за пассажир пришел хорош воды в чипури и так немного вот и первое что я сделал неправильно я вначале на него все мази все мази потому что не было уксуса не было лайма в холодильнике и потом луис выдал мне уксуса и после этого я начал делать уксус вот уксус снял вот это ощущение ожога очень хорошо вот и вот эти мази и конечно антигистаминные вот все раз вот пришла панда она видит меня в таком состоянии у вас спазм до медики предупреждают у аллергиков у косметузы может вызвать серьезные осложнения и я начал смотреть за дыханием опять же продолжал сидел но сейчас я хожу потому что сидеть невозможно все ждет все очень жестко но когда ходишь то полегче поэтому друзья первое надо смыть себя соль второе надо использовать уксус либо лайм 3 антигистамин и таблетки 4 любой кожаные крема и ходишь и по ощущению с тем ударом самый большой сотни раз меня били медузы но такого масштаба такой площади поражения мне не было вот сейчас особенно возле головы поэтому в принципе это все вам поможет не паникуйте в госпиталь мы не ходим зачем нам этот госпиталь он же панда уже пришла она посмотрела от одного взгляда женщины ты такой расправляешь грудь и горячь ладно бог с ним поэтому советуют туристам воздержаться от купания в местах скопления битвы же панда приготовилась но ты как стресса ну вот сама вообще она пришла свою кстати историю рассказать пожаловаться встала пришла и такая мастер спасай меня что это со мной не . индия меня слишком сильно трансформирует что будем делать забегаю сюда след за мной забегает что-то такое красное большое окей что делать все что я делала все было ужасно и неправильно стресс шок агрессия эмоции ты плохой плохая пусть а все что я делая это очень помогает между прочим вот видите еще 6 пункт надо бегать из угла в угол создавать вещи это делаю переживаю бегу к этому луису луис на меня сможет улыбается такой а что-то вам надо уксус и он три часа зубную пасту говорит зубную пасту и говорит еще нормально да которая с перцем да с перечной она хорошо снимает жаржи но через два часа он вышел все-таки с этим уксусом он его дал мы еще немножко обработали но сейчас отпустила я вот вся супер стрессовая мои умороки закончились быстро лечишься до вот друзья мы конечно все бессмертные сущности но тело может испытывать боль йога помогает второй момент мы все знаем индия другая вибрация мы сюда приезжаем с нами происходят то заболевание то падение то джели фиши как вы видите поэтому будьте готовы я замечена всеми вообще что там через недели две начинается какого-либо чистка начинается какого-либо ситуации я думал она прошла но вот сейчас я ее предупреждаю поэтому не бойтесь разные регионы разные страны у нас идет синхронизация по вибрациям ну уж насколько разная да правильно например в этом с россии приехали поэтому не бойтесь ничего день-другой остановиться заземлиться синхронизироваться с местной энергией и вы опять огурец будет зависимости от личной силы это все зависит от человека если он совсем раздолбай его жесткость здесь трясая стресса нет тряханет разложит если человек идет правильным путем его почистить посидеть на горшке туда-сюда и наоборот выходит богатырем поэтому все погнали прям сейчас и и и